Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек неимом, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Ну вот уже мы вплотную подошли к времени подвига, который Церковью именуется Весной Души. Всем от всего сердца желаю ожить, преобразиться, провести перезагрузку духовной жизни. Обычно мы имеем свойство расслабляться, расстраиваться, разбалтываться. Великий пост — это время реанимации, восстановления жизни. И для этого Церковь, во-первых, даёт нам важнейшую возможность начать духовную жизнь с примирения с близкими. Прощенное воскресенье — это особый момент, когда вся Церковь делает духовные усилия навстречу Богу. Есть принцип, как вы. Если вы прощаете, то и Бог простит. Если вы не прощаете, то и Бог не простит вам согрешений ваших. Поэтому заранее хорошо бы подумать, с кем были какие-то неприятные отношения, кого обидели, огорчили словом, делом. Причём не просто формально попросить прощения, а именно тех людей, которых коснулась наша обида. Вспомнить, прожить, перед Богом простить и постараться попросить прощения. Словом, позвонить по телефону, написать сообщение. Каким-то образом проявить своё желание к миру и войти в поприще Великого Поста. Пост — это труд. Труд духовный, душевный и физический. Поскольку внутри нас все эти три составляющих переплетены и друг на друга влияют. Душа на тело, тело на душу, дух на душу и так далее. То важно, чтобы на каждом уровне было своё особое напряжение. Телесный пост — это ограничение своего чрева. Таким образом, душа приобретает свободу. Потому что в обычной жизни наше тело, оно поддавливает душу. Мы живём по прихотям, не по необходимости. Пост — это время, когда мы свои прихоти ограничиваем. Постараемся жить по-необходимому. Необходимо количество для нашей жизни. Не просто, чтобы тешить беса, который в гортане и беса, который в чреве. Там сидят такие раздражители, которые всё время стимулируют или количество, или качество пищи. Надо ограничить их утешением. У поста есть определённый устав. Ну, конечно, нужно соизмерять свои физические силы, здоровье, чтобы наше тело, как ослик, если его недокормишь, он свалится, перекормишь, он взбесится. Это, в общем, потребное для телесной жизни. Душевная жизнь, она зависит от тела. Постом смирял душу мою, и молитва в недра моя возвратилась. Важнейшее условие — это дать возможность душе жить духовной жизнью. Для этого энергию, которая часто тратится не на то, нужно высвободить. И высвободить внимание нашего ума. Помните, как в истории про блудного сына он жил, тратя своё имение душевное, физическое, греша. А потом наступил момент, когда он пришёл в себя. И вот нам обязательно нужно прийти в себя. Отключиться максимально от внешнего. Перестать жить жизнью других. Ну, причём в основном виртуальной. Мы много сил, времени, внимания тратим на пустоту. На новости, на слухи, на сплетни, на бесконечное мотание всяких картинок, лент, сюжетов, в которых ничего для души полезного нет. Пост — это карантин на информацию. Наш ум, он стенает и мучается от того, что он забит по горлышко информации, которую он не может переработать. Поэтому невнимательность, поэтому слабая память, поэтому отсутствие реакции на добро. Ум нужно вернуть в себя. И пост — это самое удобное время. Ну и, конечно, наш ум нужно привязать к Богу. И в этом плане молитва — это самый лучший инструмент. Постом смирял душу мою, и молитва в недра моя возвратись. Цель — это вернуть остроту, силу и стремительность молитвы, чтобы ум, сосредоточившись на имени, на личности Иисуса Христа, максимально в нем находил и силы, и утешение, и радость, и мир. Это труд молитвы. Конечно, мы и время молитвы увеличиваем, и через богослужение, особенно на первой неделе, на последней неделе церковь усиливает молитвы. Через молитву Ефрема Сирина, через многочасовые службы. Постарайтесь настроить свой ритм, чтобы бывать чаще в храме. И обязательно, конечно, нужно взять в руки духовную книгу. Предлагаю перечитать преподобного Аву Дорофея. Мы, конечно, его читали, но эта духовная азбука необходима для того, чтобы сверить себя. Мы прожили какой-то период, 3-5 лет с момента последнего прочтения. Что изменилось? Стали ли мы более внимательны, более усердны, в добре воздержаны, против зла? Как изменилась наша жизнь? Или мы по-прежнему топчемся на месте? Преподобный Авва Дорофей, душеполезные поучения. Всем радости Великого Поста, его силы, утешения и, конечно, духовного плода, который выражается в перемене нашего состояния, нашего образа жизни. Благословение Господне на вас, того благодатью и человеколюбиям, всегда, ныне и пристно, и во веки веков. Аминь. Господи, сил, помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...